Но было бы хорошо поговорить сегодня о наших желаниях и о том, как нам достигать желаемого. Вы знаете, вдохновила меня на этот короткий, незапланированный прямой эфир, вообще подписчица, с которой я сейчас как раз ей отвечала, и она задала вопрос. Вопрос был, как научить мужчину, как ему объяснить, что у него низкая либидо, и как ему объяснить, что ему нужно психологу, что у него загоны, как ему объяснить, что ему нужно работать над собой для того, чтобы сделать ее счастливее. И в целом, по ее запросу у меня там целая лекция есть, да, вот на курсе, который вчера начался, там типа целая лекция, по-моему, не знаю, часа на полтора, потому что этот вопрос нужно знать психологии мужчины, нужно разобрать страхи, комплексы мужчины, как их не задеть, нужно разобрать эго мужчины, нужно разобрать, как преподносить информацию через ценности собеседника, нужно разобрать методы эффективной коммуникации. Ну, то есть это глубочайшая тема, да. Ну, смотрите, у всех мужчин как бы могут быть свои загоны, да, кого-то там, не знаю, мамы, папы в детстве побили, поругали за мастурбацию, да, и могли остаться сильные там психологические триггеры, вот. А кто-то там в раздевалке переодевался в школе, с него поржали там, знаешь, что-то там, ну, короче, всякое могло быть. Или там, когда первый секс занимался мужчина и девушка, и он попросил, например, девушкой сделать маминет, там, в школе, не знаю, а девочка сказала, фу, ты что, это грязно, я так, как его рот не возьму, ты что, дебил? Ну, девочки реально могут так среагировать, когда вот, если юная совсем, да, вот, и это может сразу наложить комплекс, все, у мужчины сразу большой сексуальный блок. Ну, в общем, я этой девушке присылаю ссылку, говорю, слушай, хочешь, иди на курс, я там об этом рассказываю, как бы, в рамках личного ответа в директ, я на это не отвечаю, потому что это реально нужно разобрать пять мощнейших тем, как бы, да, и... И для этого нужно, как бы, идти уже на платную программу. А что она говорит? Ну, как бы, дорого, финансов нет, сейчас не пойду. У меня вопрос тогда, знаете, есть же правила, плата за желание, мы за все платим, ну, вот я хочу купить себе Porsche, я пойду, как бы, херачить, сработать, придумывать для вас новые продукты, какую-нибудь новую пользу для вас придумывать, да, которую я могу монетизировать, потому что я создаю свои деньги, создавая для вас пользу, которой нету конкуренции на рынке. И это, как бы, мое конкурентное преимущество, да, что я одна из немногих, которая знает так много в сфере психологии, сексологии, физиологии и энергопрактики. Вот. И я понимаю, да, что если я хочу машину, я не буду клячить ее мужа, я хочу ее сама себе купить и на нее заработать. Я понимаю, что если вот я хочу красивое тело, красивое тело, да, красивое тело, где-то там спрятано, то я вчера, когда пошла в ресторан на ужин, я не заказала на ужин пасту, хотя очень хотела, но так аппетитно выглядело, да. Я заплатила за свое желание тем, что я ограничила себя, точнее, не ограничила, а я выбрала другое блюдо. Я съела на ужин брокколи и там, yellowtail, рыбка такая, не знаю, как на английском. Как на русском yellowtail? Желтохвостик, не знаю, такая вкусная рыбочка такая. Вот. Это платы за желание, как бы если вы чего-то хотите, ребят, ну будьте готовы платить. Халява только в мышеловке, халявный сыр только в мышеловке. Если вам кто-то обещает мега крутые результаты всего там за 5 рублей, да, либо за бесплатный там хреномарафончик, ну нет, такого не бывает. Никто не будет давать вам ценность большую, в глубокую, идти в глубину проблемы, реально разбирать ее по всем, всем частям, если, ну как бы, на бесплатном курсе. Как бы я даю много вам советов в прямых эфирах, в своих постах, да. Ну вы же понимаете, да, те, кто там сходили на курс, да, вы понимаете, что о, на курс мы идем вообще на другую. Блин, третье-пятое измерение там открывается. Вот, так что как вы считаете, вы готовы платить за свои желания? Просто, просто вот ответ. Я ничего не продаю в этом прямом эфире вообще, просто хочу с вами пообщаться, как вы относитесь к теме платы за желание. Но просто по жизни, ребята, будьте готовы к тому, что если вы хотите получить реально крутую пользу, реально крутой результат для себя, то вы должны быть готовы платить за это желание. Если вы хотите выучить английский, то вы платите деньги за то, чтобы купить курсы, вы платите время за то, чтобы эти уроки прочитать, прослушать, вы тратите свою жизненную энергию на то, чтобы вообще выучить, то есть вы учите, вы думаете, вы запоминаете, да. То есть мы всегда платим деньгами, временем, энергией, здоровьем там иногда, знаешь. Некоторые говорят, я хочу сам построить дом, чтобы никому не заплатить денег. Ну и человек потратил кучу времени, строил его 10 лет вместо года, если бы он оплатил там прорабам, он бы построил дом за год, а так он еще построил его сам, чтобы деньги прорабам не платить. Но строил его 10 лет, и 9 из 10 мог бы получать удовольствие, и он херачил, вот, да, и заплатил за это жизненной силой, энергией и здоровьем. Вот, через 10 лет он такой же язык высунул, и нахера мне этот дом, да. А ты умеешь ценить чужое пространство? Да, 100%. То есть у нас с мужем договоренность была, что он будет мне высказывать свои обиды. И только потому, что у нас была такая договоренность, я имела моральное право от него этого требовать. Только потому, что нас заранее мы договорились. Иначе я не имела бы права. Иначе я бы уважала его решение. Так как я ему сказала, что мне это не нравится, и нашим отношениям это не на пользу. Он говорит, окей, а что на пользу? Я говорю, на пользу высказывать. Он такой, хорошо, я согласен. И потом, когда он закрывался, после этого договоренности, я говорю, нет, нифига, закрываться мы не будем. Ты обещала высказываться, значит, говори. Давай. Он такой, фак, окей. И через несколько раз он реально этому спокойно научился, и теперь мы сразу обсуждаем, если что-то не так. Если встречаешься два альтер-эго, ты готова смириться или дальше будешь унижать своего избранника? В смысле? Я никогда не буду унижать никого? Мое альтер-эго – это мое дело. Я знаю, что я в отношениях не имею права нарушать личные границы другого человека. То есть в наших отношениях унижения отсутствует. Если вылезло мое альтер-эго, и я его чувствую, я с ним договариваюсь, я себе объясняю, что come on, come on, ребята, это не мой выбор. Это же осознанный выбор каждый. Это же не то же, типа, я жертва. О, Господи, в меня вселилось альтер-эго. Я стала хамкой грубиянкой. Это была не я. Ну, в смысле? Что за жертвенность? Если из меня прет, то либо это человек стал нападать на мои личные границы, и я даю ему отпор, говоря... Вы такие, в смысле? Вы такие, только я такое скажу, если вы начинаете нарушить мои личные границы. Главное сейчас задело это только тех, кто пытался меня нарушить. Нормальные люди, с которыми у нас хорошая коннекция, такие... Анька шутит. Понимаете? Вот. Если со мной люди нормальны, то что мне поставить, как бы, им ограничения? Как поменять свою энергию на лучезарную и притягивающую? Кстати, да, вот энергия. Я же могу ругаться матом, как сапожник. Но пока у меня в душе к вам любовь... Вы говорите, боже, как красиво ругается матом. Ох, уже Танечка отдает. Вот никакие слова знает. Боже, какая она прекрасная. Если у меня в душе обида, злость, гнев там, не знаю. Ну, в общем, какой-то негативчик. То даже если я буду говорить за самые нежные слова, но в душе у меня говно. Вы будете думать, фу, какая она противная. Я говорю, я вас люблю. Я вас люблю. Да, но если у меня в душе негативчик. Вы, ну или опустошенная энергия, да, или негативная энергия. Вы будете думать, боже, какая противная девушка. Господи, да заткнись. Да, а если... Это как Серафим Саровский. Может благословить, и человек исцелится. А может послать нахер, и человек исцелится. Потому что энергия внутри решает всё. Я искренне вас всех люблю. Кого-то больше, кого-то меньше. Но отношусь ко всем нормально. Вы все имеете право на жизнь. И имеете право на свои комплексы, на свои недостатки. И на свои достоинства. И вы все прекрасны по-своему. Понимаете? Кто это не понимает, того я удаляю просто. Как вы заметили часто. Как поменять свою энергию на лучезарную и притягивающую. Как быстро поменять фокус с текущих... Не могу читать. С текущих свежезаконченных токсичных отношений. Энергию меняем. Посмотрите, да. У вас... Это очень часто вопрос. Кстати говоря, мы скоро будем делать курс по энергии. Энергетическому состоянию и жизненной энергии. Ресурсного состояния. Потому что очень часто эти вопросы появляются. И всегда формулировка такая. Как наполниться хорошей энергией. Или как перевести энергию, как ты говоришь, поменять на лучезарную. Посмотри на это с другой стороны. А куда я позволяю энергию утечь? Я постречу не заправила. А куда утекает моя энергия? Почему я опустошаюсь? То есть не думайте, где все время хапать энергию. Если вы научитесь не растрачивать энергию, не терять ее, а сохранять то, что есть, вам достаточно будет по чуть-чуть набирать в день. И у вас уже будет полный ресурс. Полный сосуд. Поэтому первый вопрос, нигде набирать постоянно. Что так можно набирать и набирать, и набирать, и набирать. Но если вокруг вас жертвы, если вокруг вас энергетические вампиры, если вы сам энергетический вампир, жалуетесь, ноете, говорите по пустякам, говорите пустые разговоры, если вы зависаете в интернете, если вы много обижаетесь, если вы зависите от меня от других людей, если вы подстраиваетесь и так далее, и так далее, и тому подобное, То сколько бы вы не набирали Как эту белка в колесе Эту энергию все равно ее будет растрачивать Поэтому первое это подумать Куда я ее излишне растрачиваю То есть залатать дыры В ковше Потому что у вас сейчас друшлаг Из друшлага сделать ковш Сосуд И тогда уже наполнять Опять, как поменять ее на лучезарную Подумай, а где я позволяю ей быть негативной Грущу Все, контролируюсь Я перестаю грустить Благодари за все, что с тобой происходит Все, мои дорогие Все, я вас целую Люблю и целую Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok